В Алапаевске тамошние гаишники разыскали тайки и покарали обязательными работами в объеме 40 часов пилота Ауди А6, который 13 мая в 8 часов вечера на Алапаевской улице Николая Островского возле 45-го дома пошел на обгон по встречке и, не подтормаживая перед зеброй, пролетел сквозь полосатую, едва не зацепив даму с двумя детьми и велосипедом. Нам эту картинку со своего регистратора прислал наш Алапаевский зритель. Мы по отработанной схеме сделали репортаж о том, как пилот нарушил и свалил, гаишники наш сюжет посмотрели и сочли своим долгом нарушителя найти и обезвредить. Весь вопрос, как найти, если номеров на съемке с регистратора не видно, оказалось не вопрос. Благо это не единственная камера в Алапаевске. Вот в данном случае именно с помощью таких средств, установленных гражданами на улицах города, было установлено транспортное средство, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения и был привлечен к ответственности. На сегодняшний день такие средства фото-видеофиксации используются для установления водителей, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий. Поэтому при любом нарушении вы должны понимать, что у вас не получится избежать наказания и будете привлечены к ответственности. 15 мая 2020 года в средствах массовой информации был выявлен видеосюжет, снятый на автомобильный видеорегистратор о том, что 13 мая в городе Алапаевске на улице Николая Островского водитель автомобиля Ауди, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, произвел обгон автомобиля, водитель которого останавливался перед пешеходным переходом, по которому переходили дорогу пешеходы. По данному факту было возбуждено административное расследование. В ходе разыскных мероприятий сотрудниками госавтоинспекции города Алапаевска водитель автомобиля Ауди был установлен. Им оказался житель города Алапаевска, 1980 года рождения. Благодаря обилию уличных видеокамер косячную Ауди А6 вычислили и ее 40-летнего пилота Романа разыскали. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что его рулительный стаж 18 лет. За это время он несколько раз попадал под административку за скорость, пару штрафов до сих пор не оплатил, ну а в 13-м году попался пьяным за рулем и лишился прав на полтора года. А вот как сам Роман пояснил свое высокоскоростное поведение на встречке и зебре. Ехал с работы, устал, торопился домой. Началась такая ситуация. В отношении водителя Ауди сотрудниками были составлены административные материалы за нарушение правил проезда пешеходных переходов, за обгон на пешеходном переходе с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Также составлено два протокола за неуплату административных штрафов, установленные законом сроки. За неуплату административных штрафов мировым судом в отношении водителя было вынесено административное наказание в виде 40 часов обязательных работ. Ну и на посошок. Раз уж госавтоинспекция так следит за нашим творчеством и реагирует на сигналы от СМИ, будьте любезны, новое ответственное задание. Декорация такая. Город Березовский, перекресток Ленина, Пышминский переулок. Четырка. Не то, что не тормознула перед зеброй, а вообще проскочила на красный. Угрозы человеческим жизням не было. Но вообще наглость, конечно, поражает. И главное, номера видны. Думается, это будет легкое задание для госавтоинспекторов.